Ой, но сяду на королевское место. Ладно, пока их нет, скажу, что перед вами уже сидит богиня шопинга. Я думаю, это очевидно и понятно. Я хоть их еще и не видела, но сразу чувствую, что деревней пахнет. Привет. Все, сразу вышло, хрю-хрю, только не хватает, чтобы она хрю-хрю. Я же говорила, деревней пахнет. Хрюшка пришла. Че все в розовом-то? Я думаю, что тут будет сидеть похуже существо, чем ты. Я сразу почувствовала от нее мега токсичный вайп. Это вот знаете, такая классическая содержа... Привет, девчонки. Извините. Привет. Приветик. Какие мы все симпатичненькие пришли. Ты тоже хорошо выглядишь. Давайте за нас. Честно говоря, я вообще пришла, я была настроена на позитив. Она как будто вышла выкинуть мусор. Я думаю, что можно познакомиться. Привет, меня зовут Фрося. Соня. Очень приятно. Это максимально не тактично, неприлично. Это вообще какой-то мужеподобный жест. Жать вот так вот руку, как она это сделала. Ну, что есть, то есть. Что имеем, как бы уже не изменить. Я в Фрося. Я сейчас учусь на третьем курсе. А зачем ты пришла на богиню шоппинга? Ты уверена, что ты можешь забрать этот титул. Вообще, если честно, я хочу просто развиваться в соцсетях. Вот. Вот так. Чисто за пиаром получается. Ну, не совсем. Я правда думаю, что у меня есть вкус, стиль. Поэтому я думаю, что у меня есть очень большие шансы на победу. Вот. Вот знаете, Фрося. Само имя говорит за вот этого персонажа. И Фросини. Это просто доярка из Хацепетовки. Ей только молоко доить. Мне даже, знаете, с одной стороны, стыдно, что вы позвали меня участвовать с такими. Они не наравне со мной. Я птица высокого полета. Ну, какие-нибудь таланты, может быть, у тебя есть? Да, я пою профессионально, занимаюсь. Ничего себе. А можешь нам спеть? Не да парень перед рук. Ненавижу всех твоих подруг. Все слова лишь пустой звук. Плачка красит лук. Это так. Это из старого репертуара. Три года назад сочнила. Ой, у Фрося, знаете, очень классная песня. Вокал, ну, вокал, конечно, такой себе, но песня, песня хорошая. Так, можно я расскажу про себя? Я не работаю. Меня обеспечивают. Угу. У меня есть. Оно и видно. Хрюшка, хрюкать будешь у себя дома. А как вас зовут? Меня зовут Соня. Но в моих кругах меня называют Джуси. Пуссина, Тусси, вот это все, это тоже не моя история. Но видно, что такая открытая. Не в плане морально, а в плане очень открытая. У меня есть много мужчин. Заметно. У тебя вообще мужчин, видимо, нет. Заметно. Так вот, у меня не один молодой человек. Тоже заметно. У тебя тоже заметно, что ты из деревни, из Хацепетовки. Так что, пожалуйста, рот на меня не открывай. Я со столицы, город Москва. Я люблю мужчин. Мужчины любят меня. Я считаю, что это совершенно неплохо, когда меня обеспечивают. Мне дарят подарки. Между прочим, на мне сейчас костюм, который стоит больше, чем твоя жизнь. Да, мне дарят вещи мужчины, но они же мне не платят. Они дарят, потому что я красивая. А сколько тебе лет? Мне? Да. А ты в курсе то, что про возраст неприлично спрашивать? Если ты продолжишь плохо негативно высказывать свою сторону, я уже уйду и подаши, пожалуйста, со своими продюсерами, я уйду сейчас. Ты боишься проиграть мне? Я? Да я не проиграю, я же тебе уже сказала. Перед тобой сидит королева. Я еще раз говорю, ребята, угомоните ее, пожалуйста, иначе вы сейчас будете разговаривать с моим пиар-менеджером. Я просто уйду отсюда, если вы не угомоните ее. У тебя есть пиар-менеджер? Поверь себе, да. То есть ты не только из скоро. Ой, мужчины. Извините. Ладно, я поняла, Екатерина. Что ты сказала? Еще раз повтори. Ну, то, что вы не только... Как это называется? Содержантка, да? Я уже просто не могу потерпеть поведение в свою сторону. Еще раз я сказала, я уйду, и вы будете уже разбираться сами с моим менеджером. Я на такое не договаривалась. Ну, что это такое? Я вообще не понимаю, какого хрена ко мне такое отношение? Уберите камеру, не надо меня сейчас снимать, блин. Я не... Ну, почему вот я? Я ничего не сказала этой курице драной, она начала... Они сказали то, что я эскортница. Ты какая эскортница? Если я люблю мужчин, а мужчины любят меня, это не значит, что я занимаюсь эскортом. Я не получаю от этого денег. Я просто люблю мужчин. Все. Как на шоу пресси, чтобы тебя облили. Но я возмущена, конечно, рамками вот этого формата. Вот такие вот у меня сапожки. Я очень люблю Леоперт. Я буду подавать заявление, во-первых, на Екатерину вот этого, в Леоперде. И, конечно же, на это шоу, что у них не предусмотрена техника безопасности, да? А вот если бы у меня была аллергия на эту воду, вот почему об этом не думают? Кажется, им нужно в психушке полежать, нервы подлечить, потому что это максимально неадекватно. Давайте продолжим этот цирк, пожалуйста. Быстрее пойдем к себе по домам. Вообще, девочки, я предлагаю переступить через себя. Хоть это и борьба, но... И отдать победу мне. Я тоже предлагаю вам этот вариант. Чтобы не тратить время лишний раз. Судя по тому, как вы одеты здесь, у тебя вообще какой-то комплект нижнего белья. Ты как будто бес. Кстати, девочки, я думаю, что вы обратили внимание, вы так акцентировали на этом, на моем прекрасном вот образе Леопаре. Вы просто посмотрите, какие сапожки. Там какашка птичья застряла. Когда ты успела насрать на мою ботину? Вульгарная. Вульгарщина самая настоящая. Я не знаю, вот она так по улицам, что ли, ходит? Ну просто. Как так можно? А я хотела перейти на дружескую ноту и сказать, давайте переступим через себя. Потому что у нас все-таки шоу, нам надо будет дальше общаться. Я понимаю, как мы друг другу неприятны, и каждый хочет забрать титул. Богиня шопинга. Но давайте сделаем хотя бы вид, что мы хорошо друг к другу относимся. Да, давай обнимемся, что ли? Это слишком. Итак, у вас есть 15 тысяч, 3 часа на шопинг, а также возможность заработать бал. Под конец вашего шопинга я пришлю вам задание, правильно решив которое, вы сможете получить лично от меня дополнительный бал. Ну а теперь к основной задачи. Вы должны подобрать образ для посещения ковровой дорожки. Блин, ребят, это очень крутое задание. Я очень люблю ковровые дорожки, я там часто появляюсь. Я думаю, что это прям моя стихия. Но 15 тысяч рублей... Если у тебя дома лежит ковролина, это не значит, что ты там часто появляешься. Хорошо. Хорошо. Я искренне хочу пожелать вам удачи. Просто я знаю, что выиграю я. Так что давайте возьмемся за руки. Я не буду тебя брать. Только если вот так. Окей, хорошо. У меня, знаешь, больше стимула появился выиграть тебя. Самое важное будет слышать его оценки. Не оценки этих куриц. Я просто вспоминаю, их образ меня потряхивает. Да, я мисс Добрянка 2018. Да, я мисс Добрянка 2019. И еще я стану богиней шоппинга. У девочек нет никаких шансов, учитывая то, какие они пришли сюда. Герман, я думаю, он очень умный мужчина, который сможет рассудить все максимально честно, справедливо. И я думаю, он сразу увидит, кто из нас троих богиня шоппинга. Всем приветики-пистолетики. А я сегодня со своим домашним животным. Вы вообще видели его глаза? Он говорит, спасите. Проходим. Это мой дом. Сразу видно, не убирается. Ай-яй-яй. А зачем вы приехали посмотреть мой гардероб? Ну, я не знаю, хочу ли я его вам показывать, но обязательно покажу все. Смотрите, вот эта вот обувь вся. Это все мое. А нормально то, что тут половина пар 43-го размера? У нее что, не ноги, а ласты? Пойдемте за мной. Так, ну я смотрю, девушка у нас любит пиво. Девушка явно обладает расширенной формой самолюбования. Острые плакаты со своим телом, со своим лицом. Это мы уважаем. Вот эта комната, эта комната чисто сделана под гардеробную. То есть, как бы я тут не сплю, не живу. Тут чисто хранятся все мои вещи. Вообще тут не все. Тут не все. А у меня еще есть на втором этаже отдельная гардеробная. Там еще лежат вещи. Я уже подготовила луки, которые я вам обязательно покажу. Это топ мой вообще. Все наряды, которые я люблю, которые всегда ношу. Ну и так далее. Самые дорогие шмотки. Так, я правильно понимаю то, что у нее есть отдельная комната, которая под гардеробную? На втором этаже гардеробная? И еще какая-то? Она Филипп Киркоров или что? Сейчас я вам покажу мои любимые шорты. Я их купила за 5000 долларов. На заказ шила. От самого крутого дизайнера. О боже мой, что за сормота. 5000 долларов? Какая-то бескусица. 50 рублей на рынке такие стоят. Похвально. Главное, чтобы в налоговой все было хорошо. А так, это мы любим. Сейчас я вам покажу джинсы. Это, не подумайте, это даже не Сваровский. Это настоящий бриллиант. Один бриллиант стоит 100 тысяч рублей. Один бриллиант стоит 100 тысяч рублей. А теперь посчитайте, сколько тут бриллиантов. Эти джинсики мне купил мой молодой человек. И знаете, вот это я понимаю, вот это молодой человек. Я вообще, мне не надо работать. Мне ничего не надо. Я вот так вот делаю. Мне все, что я захочу. У нее, походу, выдуманный какой-то молодой человек там все-таки. Либо он тупой. Поэтому у меня самые дорогие шмотки в моем гардеробе. Вот. И у меня есть вещичка, которая была сделана на заказ, но на заказ не мною. На заказ моим бывшим молодым человеком. Что-то она говорит про одних молодых человеков, про других, про третьих. Давайте, пожалуйста, таблицу. Точную. Что, как, кто ей подарил. А то вообще ничего не понятно. Давай. Он мне подарил эту толстовку. И там, знаете, сзади написан стих, который он мне написал. Я, конечно, не буду прям показывать четко текст. Она, я думаю, что стоит в районе 200 тысяч долларов. Это мой любимый костюм. Я его надеваю на светские мероприятия. Я правильно понимаю, что она на мероприятие может надеть костюм Человека-паука? Я бы хотел попасть на такое мероприятие. Он обтягивает красивую мою фигуру. У меня есть брендовая шапочка, которую мне сделали Аня с Димой. Вроде бы. О, вот это я знаю, кто сделает брендовую шапочку. Вроде бы. Заранее скажу, она стоит бесплатно. Голошева написано. Я в ней реально хожу зимой. Ушки не мерзнут. У меня вообще целый набор прекрасных, классных шапочек всяких. Это знаете, это прям все на заказ. Я не повторяюсь. Я не ношу, в принципе, те вещи, которые все носят. Я такое не люблю. Я люблю выделяться. Я люблю делать вещи на заказ. Да, это выходит дорого. Да, я с этим согласна. Да, вот эти вот пять тысяч долларов, десять тысяч долларов. Но эти деньги у меня есть. Точнее, эти деньги есть не у меня, а у моего парня в кармане. Поэтому проблем с деньгами нет. Их нет. Вот я, кстати, всех своих папиков, так сказать, соблазняю вот таким эротическим костюмчиком. У каждого человека, мне кажется, есть своя такая изюминка. Знаете, сейчас попытался сделать психологический портрет ее папиков, которые, значит, отдают ей сотни тысяч долларов, и в одновременных можно соблазнить бабушкиным халатом с рынка. Мне очень интересно познакомиться с этим человеком. Если ты это смотришь, напиши. Вот это платье, вот это хорошее. Ну, пойдем. А я же говорила, что у меня есть еще одна гардеробная. Сейчас я все покажу. У меня просто все в моей комнате не помещается. Вы не думайте, у меня не всегда так грязно. Такое ощущение, как будто это место, я не знаю, уборщица-то скидывает все ненужные вещи, и она лазит и ищет какую-то вещичку оттуда. Я просто очень хочу вам показать именно этот образ. Ладно, отмена, будем показывать другое. Я все потеряла. Ну, неудивительно в таком бардаке что-то потерять. Там можно потерять от вещички до девственности. В общем, я подготовилась, и сейчас я покажу нашумевший мой образ. Леопардовые джинсы. Зачет. На самом деле все не так плохо, как могло бы быть, учитывая, что мы видели до этого. Но, конечно, леопард совсем не в моде. Уже, мне кажется, веков так 17. Я уверена на 100%, что стилисту это очень понравится. Он оценит мой образ, потому что я очень чувствую вот эту вот тонкую грань моды, стиля. Очки Луи Ве. Вот у меня очки Луи Ве. А вот то, что у нее специально помогают не убиться просто. Также кофточка из секонд-хенда. Штанишки, сшитые на заказ. Да, они мне немножечко сейчас большеваты. Ну и подчеркивает весь образ прекрасный. Ла Бутене. О, боже мой. До свидания. Вот такой прекрасный наряд. Это платье от Сан-Диего Марбередоро. Ха-ха-ха, Сан-Диего Марбередоро. Сшитое на заказ. Возможно, я как-то неправильно сказала бренд. Вот. Но оно сшито именно чисто по моим параметрам. Правда, хочется что-то взять тяжелое и кинуть у нее. Моему молодому человеку этот наряд нравится больше всего. Он говорит, вау, какое мини-платьишко. Мне реально нравится то, что у нее на кегле две красные полоски и красные туфли. Да, весьма экстравагантно. Это очень-очень-очень-очень удобный костюм. То есть я хожу почти что на все мероприятия в этом образе. Ну, если ходить в таком наряде на все мероприятия, твоими лучшими друзьями должны быть как минимум чемпионы мира по боулингу. Ну что, дорогие друзья, у нас есть 3 часа времени, 15 тысяч рублей. И этого мне будет более чем достаточно. Ведь я птица высокого полета. Все, я готова, вы готовы. Пойдемте, и я докажу, кто тут богиня шопинга за мной. 15 тысяч рублей. То доллары у нее были, сейчас рубли пошли. Сливается куда-то. Ну что, у нас есть 3 часа времени, 15 тысяч рублей. И мой боевой настрой просто настроен на все 100%. Сейчас я докажу всем, кто тут богиня шопинга. Я прям чувствую, как мое нутро шопингистки просыпается. Я вижу, я вижу вот такую прекрасную кофточку. Главное уложиться в 15 тысяч, а то, знаете, мои парни, ну, дают мне реально деньги на доллары. Доллары, 5 тысяч долларов, 10 тысяч долларов только на одну смотку. И я не знаю, как уложиться в 15 тысяч, но я думаю, для реальной богини шопинга это будет не проблема. Вообще это сделать абсолютно реально, я считаю. Найти то, что тебе приходится по вкусу. Главное посмотреть, как сделает это наша героиня. Вы просто представьте, как это подчеркнет мою попу. С этим можно что-нибудь придумать. Так, я вообще предлагаю посмотреть пиджачки. Мне первый раз в жизни вот так вот в лицо просто рогнули. Пиджачки, платьишки. Как просто, как покупать такие вещи? Потому что я все-таки все делаю на заказ. Да, будет сложно. Это все не то, это все не то. Я не чувствую, у нас время тик-такает, тик-такает, а я не знаю, что делать. Хочется найти что-то прям такое невероятно шикарное, чтобы все девочки просто схавали. Чтобы они поняли, кто тут королева. Потому что биться я буду насмерть. Как может быть в одном предложении слово схавали и слово королева? Что ты такое? Почему в тебе это все? Человек-кегля. Ты хорошая плачешка нашла? Я вообще, я не понимаю, я ничего не могу найти, мне ничего не нравится. И просто я не знаю, что мне делать. Потому что я хочу идти в леопарде, но я хочу, чтобы это было для всех неожиданностью. Заюш, какой бы ты леопард ни выбрала, это не будет неожиданностью ни для кого из нас. У нас задание какое-то. Девчонки, у вас есть шанс получить дополнительный балл лично от меня, если вы правильно ответите на мой вопрос. Итак, вопрос. Сколько пар обуви у Юлии Гаврилины? Кто из вас будет ближе всего к правильному ответу, тот и получит дополнительный балл. Удачи! Для тех, кто не знает, Юлия Гаврилина – это популярная исполнительница, блогерка и замечательный музыкант, актриса и достаточно популярный медийный человек в шоу-бизнесе. Они точно все ее знают и знают даже, насколько я знаю лично. Поэтому мне кажется, что данный вопрос будет достаточно интересен и подходящим для данного выпуска. Или по-другому, можно сказать, мракобесье. Ну и мне придется сказать наугад, потому что у него действительно очень много обуви. Пускай будет туфли, кроссовки, ботинки. Пускай будет 50. Знаете, когда вот я буду в этой блузочке, и меня спросят, Катя, ты как золото, какая твоя цена? А я скажу, денег не хватит, я бесценна. Вопрос, она себя видела вообще, каких денег не хватит? Штаны похожи на кухонное полотенце. Правда, замечательный лук, чтобы копать картошку на даче. Похоже, какая-то бабушка пакет в этом магазине оставила. Катюха быстренько сделала, чтобы бесплатно досталось. Если бы пиджак был в пору, было бы вообще супер. Это отвратительно. Ей не хватает. Вот из прошлого лука шляпу, лассо, лошадь и пошла по пустыне. Вот, вот это да, это стихия, наверное, нашей героини. Если убрать все, кроме платья, было бы топ. Что за грация кошки, афирмация картошки, это что за походка? Знаете, мне кажется, если бы это платье было не розовым, а зеленым, то она была бы один в один гринч. Ну скажите, очень походу. А у вас есть пакет плотный? Непрозрачный. Ну вот и все. Покупочки у меня. Я готова доказать, кто тут настоящая, истинная богиня шопинга. Я рождена для этого. Hello, друзья, всем привет, проходите в мой, почти полностью мой дом. Они живут в одной квартире, то есть с ней, вот с этим существом, по которому мы сейчас смотрели, вот этот маленький сюжет, еще живет один человек. Это я не знаю, чья обувь, у меня очень часто остаются друзья, гости, вот, всякие тусовочки проходят. Я не знаю, где они, я сегодня одна. Почему у них в квартире висит со мной плакат? Наверное, моя поклонница? Такой семейный стеллаж с нашими фотографиями. Это я. Это общага местная или что, не понимаю, или детский сад? Это не я, я не знаю, кто это. Вот, это не моя комната. А вот это моя, проходите. Бедная Соня, вы представляете, что происходит, когда папики Екатерины приходят к ней в комнату? Там и заснуть, наверное, не получится. Здесь у меня все в розовых оттенках, почти, кроме вещей. Практически все у меня темное и черное. Я вот сегодня выбрала самые светлые вещи, чтобы вас встретить не в мрачном луке. Здесь у меня находятся коврики, которые я заказывала специально под заказ. Делали лично для меня. Да что ж это такое? Все у них специально под заказ. Зачем заворачивать себе голову? В магазинах полно крутой, интересной одежды. Вот такие вот розовые с Hello Kitty, милый. Вот такой вот. Еще второй, он чуть поменьше. Меня все спрашивают, почему они одинаковые. Когда я заказывала, я думала, что типа, ну, в этом и прикол. Один большой, другой маленький. Короче, меня никто не понимает. Я dead inside. Это мое такое место уединения. Мой подоконник, он тоже в розовых оттенках. Розовые игрушки, розовые подушки, розовый плед, розовый пуфик. Вот здесь я сижу, читаю книгу. Да, я умная. Судя просто по ее словарному запасу, она максимум прочитала оглавление. И все. Дальше вы можете увидеть мой платиновый диск за мою песню «Я певица». Как вы могли заметить, она тоже розовая, она тоже розовая. Острица. Интересно, какие песенки она там поет. Наверное, какие-нибудь там «Моя жопа», «Как батут». Дальше. Это Dyson. Это расческа. А это цветочки. Цветочки? Их подарили не мне. Я могу показать вам сейчас свою коллекцию сумочек. Я очень люблю сумочки. Это сумочка «Блю Марин». Я с ней хожу редко, так как она красная, вот, а в моем гардеробе все не красное. Это сумочка «Дизель». Такая. Какая? Модная. Потому что я часто выхожу из дома. Сумочка «Дизель». Уважаем, уважаем. Это сумочка «Трусарди». Ее я, наверное, ношу чаще всего, потому что она черная. Очень много к чему подходит. Это просто какая-то сумочка. На повседневное ношение. Это сумочка «Джуси Кутюр». Звучит прям, знаете, как будто это мое второе имя. Предлагаю весь оставшийся выпуск называть меня «Джуси Кутюр». Еще есть две гитары, на которых я на данный момент не играю, потому что, знаете, я на постоянной основе занимаюсь, но в данный момент я решила сделать вот такие вот ногти длинные. А с длинными ногтями, соответственно, играть у меня не получается, поэтому они сейчас пока что просто стоят такие красивые для красоты. Ну что ж, друзья, я думаю, тут не надо никаких слов. Вы сами прекрасно все видите, сами прекрасно понимаете, кто выиграет звание богиня шоппинга. О, боже мой, я слеп. Туфли почти «Версачи» 30 тысяч долларов. Бритни Спирс в самые сочные годы. Шорты почти «Гуччи» 40 тысяч долларов. Ремень, про ремень я вообще молчу. Куртка 50 тысяч долларов. Какой-нибудь бренд, скажите мне, крутой. Куртка «Прадо» 50 тысяч долларов. У Кайли Дженнер челюсть отвалилась от таких сумм. Друзья, мой второй образ называется «Черная мамба». Победа сегодня за мной однозначно. Вы просто посмотрите на меня. Я и богиня – это синонимы. Это одно и то же. Не, ну если шапку убрать и очки – нормально. Ну и пакет одеть. Вот такое вот платье. Если вы подумали, что оно из магазина для взрослых, то нет. Это мое обычное повседневное платье. Я выхожу так, выкинуть мусор в магазин за хлебом. В магазин за хлебом я сама не хожу. У меня для этого есть специально обученные люди. Так, теперь я правильно понимаю, что помимо всех них, каких-то левых людей, которые там находятся в квартире, помимо папиков, которые там расхаживают, у них еще есть специальные люди, которые ходят в магазин за хлебом для них? Вот такие вот очки. Это чье? Он мне подходит под лук. Кыс-кыс-кыс. Я уже хотел назвать то, что это не квартира, а зоопарк, учитывая, насколько там разные люди проживают, что там творится. Очень интересно. Тихо, спокойно. Вот. Ай! Что дальше? Вот такая вот цепь. Цепь от сумочки Труссарди. Я подумала, что она неплохо бы тут вот смотрелась под мой прекрасный чокер Дольче Габбана. Вот такая вот панама. Да, она пляжная. И что? Главное, чтобы все сочеталось. Что ж, друзья, у меня есть целых 15 тысяч рублей и целых три часа, чтобы подобрать себе офигительный лук. Конечно, обычная бестилиста не одеваюсь, но у меня со вкусом тоже все хорошо, поэтому let's go. Судя по тому, какие вещи она надевала у себя в гардеробной, нам показывала, судя по тому, на что сейчас у нее падает глаз, я очень надеюсь, очень тебя прошу, пожалуйста, надевай то, что будет прикрывать всякие причинные места. Очень тебя прошу. Ну что ж, друзья, вот мы и в магазине. У нас есть три часа и 15 тысяч рублей. Я готова, я заряжена. Я думаю, что мы будем с вами самые модные, самые стильные, самые красивые. Будем искать секси лук, чтобы быть главной кошкой страны. По двум первым моим лукам, я думаю, вы понимаете, что я буду искать что-то мега элегантное, женственное, сексуальное. Ну что ж, давайте посмотрим, что у нас здесь имеется в наличии вообще в целом. Вот, я считаю, что вот это в самый раз. Розовое платье. Ну в целом не удивительно, что она взяла именно это платье. Как будто бы прям для нее его делали. Такой же кринж. Нет, ну это вообще, тут ковровой дорожкой вообще не пахнет, друзья. Тут вон похороны какие-то сплошные. Львица-тигрица сегодня идет на свидание. Горячее, красное, обтягивающее, облегающее платье. Я вижу здесь шикарные штанишки, которые полностью в пайетках, в стразах. I want to go to the my house, Лос-Анджелес. Prada, Juicy Couture, Dolce & Gabbana. What is it? Shit. Пайетки, стразы. Это мы, конечно, любим, но вот этот вот темно-зеленый цвет, он, знаете, угнетает. Что это такое? Вы куда меня привели? Понимаете то, что их соседство очень плохо друг на друга влияет. У них одинаково отвратительный вкус. Тут все какое-то повседневное. Я иду на ковровую дорожку, на красную дорожку. Я должна быть, о-май-гарбл, обворожабельная. Ребятки, пришло сообщение от Германа, посмотрим. Сколько пар обуви у Юлии Гаврильны? Мне кажется, он сам не знает правильный ответ. Мне кажется, она сама не знает правильный ответ. Мне кажется, нереально сосчитать обувь Юли. Ну, пусть будет 30. Ну, София, фигура тоже бомбическая, я вам так скажу. Вот такая вот сумочка у нас. Блестящая. Кельвин Кляйн, на секундочку. Кстати, могу отметить то, что сумочка неплохая. Сейчас достаточно в тренде носить какие-то отражающие вещи. Ну что, готовы к моему второму преображению? Я не слышу... Ой. Я не слышу ваших оваций, друзья. No comments. Слишком хорошо. Я понимаю, что вам сейчас сложно смотреть в мои глаза, потому что их практически не видно. Поэтому я сниму очки, буду держать их в руке. Так вот элегантно. Вы просто посмотрите, какая я нежная. Какая я вся розовая. Вот знаете, у меня в детстве, когда я ходила на танцы, били вот так вот, по ногам за косолапие. Вот сейчас мне хочется сделать то же самое. Ну как вообще так ходить можно? Вот такая вот у меня сумочка. Такие у меня сандалики. Я такая вся превосходная. Ремень. Вы посмотрите, как он отлично подчеркивает мою тонкую талию. Я могу раздеваться? Ну что ж, девочки, я думаю, тут и слов не нужно. Кто уже победительница данного выпуска? Увидимся на подиуме. А вот второй лук уже похож на выбор Софии. Ну что ж, друзья, я уже на кассе. Сейчас буду оплачивать и смотреть, сколько же у меня вышло. Я думаю, что я затарилась практически на всю сумму, потому что меньше не умеем. Опа, очки. 13 573 рубля. У меня есть еще полторы тысячи. Ну что ж, друзья, идем выигрывать и забирать наше с вами звание настоящее Real Talk богиня шопинга. Мне кажется, в таком магазине за 13 тысяч можно скупить правда половину магазина. Очень интересно посмотреть, что у нее будет за лук. Но что-то не подсказывает, что я очень разочергаюсь. Всем привет, ребята. Меня зовут Россий. и мы попали ко мне в квартиру. Вот такая она у меня прекрасная. Снимаем гучитяги. Стоп, 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 стоп. То есть, помимо котов, людей, которые ходят в магазин за хлебами, их папиков, они еще и все втроем там живут? У меня шок. Я очень хочу в этот зоопарк. Вот такая у меня комната. Вот, смотрите, написано хайф-хаус. Ну понятно, да? Комната успеха. Заходим. Моя гордость это мой стиль. Посмотрите на мою комнату. Да, она самая стилевая в этом доме. Розовые полы. Где вы такое еще видели? Я считаю, что успешная девушка не должна иметь много вещей, а она может собирать классные и стильные образы, имея всего лишь вот один такой стенд. Как видите, вот цвета вот у меня более такое темное. Ну, я люблю просто черную магию. Вот это все дела. Это мой вайб. Ну и, конечно же, розовый есть. Походу, папика нету, парня нету, денег нету. Бедная девочка. Получается, у них там по 17 гардеробных вообще в этом всем доме, в этом зоопарке. А у тебя только один рейл? Заешь, ну слушай, давай я тебе часть своих вещей отдам. Обращайся. Вот, розовый я люблю подходит к моей комнате. Посмотрите, как сочетается с шкафчиками и, конечно же, с ковром. Я предлагаю сегодня одеть лук под мою комнату. Погнали! Вот такой вот Total Pink у меня образ получился. Дополнила я его своими любимыми тапочками. Ну, грязный немножко, но ничего страшного. Ну, это ужасно. И вот это вот гавайское пелетено, которое у нее, значит, на шее из фикс-прайса за 10 рублей. У меня тоже к нему вообще вопрос. Ты где вообще? Ты куда пришла? Это богиня шопинга или карнавал? Любит розовый цвет. Гавайская у нее украшенница. В душе она на Гавайях. Вот такая у меня гавайская штучка, ну, в плане цвет настроения летний, да? Ну, такая я прям зажигалочка. Оп-оп-оп. В этом наряде можно покорять любого парня. Ну, а следующий образ у нас будет черный. Ну что, вот такой вот у меня образ получился. Я вспомнила, что Total Black сейчас не моди, поэтому решила разбавить вот такими аксессуарами. Вот такой вот у меня шлемик и прекрасный укулеле. Вот такой детский, потрясающе веселый вайп. Шлем хорошо подходит под ее форму головы. Что сказать? Ну, слушайте, я бы, конечно, на их месте тоже там бы всем предохранялся вообще в этой квартире. И касками, и масками, и вообще вот этими санитайзерами руки пшикал, потому что надо как-то защищаться в этой квартире от подстороннего мира. Ну что, я готова покорять этот танцпол. У меня есть, конечно, 15 тысяч рублей, но я решила взять с собой в копилку на случай чего, если денежки немножко будет недостаточно. Погнали! Мне кажется, это ее лучший шопинг будет на 15 тысяч рублей. Когда еще были такие возможности? Ну что, ребята, мы приехали шопиться. Очень интересная надпись у Фрося на майке сзади. Я думаю, это посыл всем ее предыдущим участницам. Мы пришли, честно, в какой-то магазин, тут что-то все ни о чем. Вот там какая-то мужская одежда, я вообще женскую не вижу. Оп! А вот и женский одел. мне кажется, немного не моя цветовая гамма. Какой-то леоперт не мое. Мне надо поучить цвета. Это просто принт из белого и черного. Ой, кстати, а вот это, мне кажется, на красную дорожку ничего такое. Будет сочетаться с дорожкой. Мне кажется, нужно померить. Проблема тут только SXS. Они не понимают вообще ничего, что девочки упитанные. Ага, с формами. Слушайте, вот такое платье. В розе коричневой с красной дорожкой будет смотреться ничего. Так, ищем размер. Примерочная, ты где? нахера в сандалиях носки. Голенькие, ножички, красивенькие, ё-моё. Подождите, а вот первый лук у Фроси. Хорош. Носки бы снять и было бы вполне замечательно. Что могу сказать об этом платье? Платье называется «Не встать, не пёрнуть». Конечно, такой для неё я не привыкла, но она подчёркивает ягодицы, подчёркивает мыши, шрамы. Кстати, обувь очень удобная, но я решила её не застёгивать, потому что так модно. Мне кажется, я буду не самая выигрышная. Но шляпа ай! Девочка, возьми стилиста, просто проходи с ним по магазинам. Потрать лучше 15 тысяч на стилиста. Он хотя бы подберёт образы, а потом накопишь и вернёшься. Платьица достаточно хорошая, чтобы выйти в такой вот приятной компании на пикничок. Вполне хорошая, но никак не по нашему заданию, не на красную дорожку. Думаю, можно ещё что-нибудь поискать, но этот вариант оставим себе на заметочку. Я тут так подумала, что платье это не самая привычная одежда, в целом, в которой я хожу. Мне по привычнее будет ходить в пиджаке и возможно с какими-нибудь брючками. Вот думаю посмотреть какой-нибудь такой вариант. Я знаю, что сейчас в тренде это джинсы и вообще всё, что связано с джинсой. Так как у нас будет красная дорожка и пока совсем скоро это лето, предлагаю джинсы отложить на зимы. Девчонки, у вас есть шанс получить дополнительный балл лично от меня, если вы правильно ответите на мой вопрос. Итак, вопрос. Сколько пар обуви у Юлии Гаврилиной? Угу. Пар обуви Джулии Гаврилиной. Мне кажется, если пересчитать всю обувь в этом магазине, тут не будет такого количества обуви, как у Джулии Гаврилиной. 42. Ну, такое. Очень вечернее платье, знаете, я думаю, какой-нибудь Леонардо Декабри подойдёт ко мне и пригласит меня на вечерний танец. Девочка, Леонардо Декабри тебе в дедушке годится. Ты что-то вообще не туда метишь. Твои вот эти вот подружки, соседки уже тебе мозги промыли. Тебе не нужны такие. Мне кажется, что этот лук будет гораздо выигрышнее, чем предыдущий. Поэтому я его ставлю в список своих фаворитов. Я думаю, я готова. Итак, ну что, мой образ готов. Пока что я вам его показать не могу, но уже несу его на кассу. Можно мне, пожалуйста, это всё? На шоппинг мне давалось 3 часа и 15 тысяч рублей. Сейчас я узнаю, в какую сумму я уложилась, но я уверена, что не больше 8-9 тысяч. Ну, кстати, лук-то у меня получился самым лучшим, поэтому съешьте курицы. Я выиграю этот титул богини шоппинга. Бай-бай. Ау-бебек, детка. Всем привет, девочки. Приветик, привет. А вот знаешь, у меня вопрос к тебе сразу. Ты мне что сказала на знакомстве? То, что я одета в розовое, поэтому я свинья. Поэтому ты тоже свинья. У тебя даже, знаешь, копытца, копытца прям идеально похожа. Я не просто так оделась, я просто обдумала все слова, которые я говорила в твой адрес. Я просто хочу попросить у тебя прощения, и поэтому я оделась в твой любимый цвет, чтобы немножечко задобрить тебя, вот, и показать, как выглядит дорогой розовый цвет. Ну, интересно, ты, конечно, придумала, чтобы тебе баллы хорошие поставили, да? С тобой я вообще не разговариваю, колхозница. Опять вульгарщина, ничего нового. Твои слова для меня это просто пыль, пыль, пыль. Поэтому я не слышу тебя заберите, это компьютера из этой студии. Девочки, все, не ссорьтесь, да, не ссорьтесь. Кто первый? Ты? Конечно. Я всегда первая. И у меня будет лучший образ. Давай, уходи, ничтожество. Они будут в шоке от моего образа. Он у меня самый лучший. Ты что, думаешь, в розовое оделась мы подружки теперь? Ну да. Но ее лук, на самом деле, меня не удивил ни в начале, когда она пришла на знакомство, все-таки шоу как называется? Богиня шопинга. Богиня шопинга. Она пришла выкинуть мусор. Да. Нужно же показать себя, что вот только вот приветствие ты приходишь, показываешь себя. Первое впечатление. Да. Но знаешь, все равно хочется, хочется в душе, чтобы вот этот вот гном нас удивил. Она выше нас. Этот гомункул нас удивил. Ну, в принципе, как я и говорила. Посмотрите, как идеально подобраны носки под лодочки и под юбку. Вообще, ткань такая, что вот именно на красную дорожку. То есть, я чувствую себя сейчас на своем месте. На самом деле, очень неожиданно, что ты вышла в юбки. Мы думали то, что ты будешь в штанах. Мы даже, да, обсудили. Мы думали, что будут бриджи. Я рада, что я вас могла удивить. Ну, все хорошо. Ну, смотри, я думаю, что все идеально подходит. И по цветам золото, золото. Я очень старалась. Золотой вообще мой любимый цвет. Золото это выглядит очень дорого. Я очень рада, что я тебе угодила в этом плане. Ну, ты не угодила на все сто процентов. Я могу сделать исключение, что обувь твоя не совсем подходит. Да? Да. Могута. Могута. Вот так вот намного лучше, да. И, в принципе, сюда можно было другую сумочку. Сумочку? Да. Ну, я просто так еще подумала, что после красной дорожки сразу же пойти купаться. Потому что, ну, жарко от моего появления. Тут жарко-жарко. Поэтому она такая пляжная немножко. Ну? Я думала, что будет хуже. Честно. Ремень Gucci, да, у тебя? Честно, это коллаборация Gucci и Chanel. Вот. Это был единственный там экземпляр, я типа ухватила. Вот. Все. Жду ваши выходы. Ну, все, ребят. Пожалуй, я пойду. Все-таки нужно уже удивлять. Давай удать. А то у тебя этого сделать не получится. Надеюсь, увидишь что-то более закрытое. Я выгляжу очень достойной и достойной, чем они. Потому что они просто пыль. А я звезда. И я богиня шутинга. Я заберу этот титул. Так, и о чем ты думаешь? В чем она придет? Я вот думаю, закрыла я дверь или нет. Когда я из дома выходила. Я про образ. Ты глупая? Я про образ. А, про образ? Про твой? По поводу Кати, мне кажется то, что она выйдет в каком-нибудь красном ошейнике. Леопардовых трусах. А вот таких вот шпильках. Если это будет так, то я ее поставлю 0 баллов. Я честно ожидаю, что она меня удивит. Что она придет в платье в черном до пола. Такой в пол. И оно будет полностью закрытое. То есть это будет... Покажет другую сторону Кати. Понимаешь? И вот это будет реально круто. Возможно. По сравнению с тем, что мы видели вот эти вот два дня. Но это просто трэш. Ты, кстати, заметила, что она в одних одеждах трусах. Образ хороший, но движения вульгарные. Не подходит под этот образ никак. Образ, правда, милый, но опять у тебя обувь в чем-то испачкана. Посмотри, вся наша красная дорожка теперь стала черной. Девочки, просто я не просто так одела такое платье. На похороны папика? Я хотела вас удивить. Удивить я хотела именно платьем, которое ниже колен. Про что я тебе и говорила. Да, вот ты меня, правда, этим удивила. Но в целом, как я и предполагала, это будет красный цвет. Леопард. Леопард. Вот, но... Где тут леопард? Сзади. А, без него как бы... Очочки. Без него наша Катя не Катя, да. Очки тоже леопард? Леопард. Обувь тут самая лучшая, как по мне. Не совсем подходит под платье. Она укорачивает твой рост, и сюда бы подошли какие-нибудь каблучки. Соня, я готова отправлять тебя. Удиви, пожалуйста, нас, но не переусердствуй. Потому что сегодня богиня шоппинга – это я. После того, как я увидела образы девочек, я спокойно и на полном уверенном вайбе сейчас выхожу и показываю, кто тут богиня шоппинга. Потому что вы сами все видели, сами все прекрасно понимаете. Вот. Поэтому... Let's go! Ну что ты ожидаешь от Сони? Если честно, ожиданий вообще нет никаких от этой чучундры. И я думаю, что она будет вся в розовом. Тоже. Согласна с тобой. Так вот. И я думаю, что у нее будет платье. Она строит из себя такую барби... Чучела. Чучело. Чучело. Она меня удивит, если оденется очень скромненько. Как мы сегодня. Как я. Я сегодня очень скромная. Ну ты, да. Ты меня удивила, конечно, вот этими своими. уйдешь. У меня вообще-то сумочка побольше. Мразь. Уйди. Завидует. Завидует уже. Завидует. Знаете что, ни одна из вас не умеет ходить на красных дорожках. Вот что я поняла. Блин, но Соня разочаровала. Джуси, ты меня очень сильно разочаровала. Мы вот с тобой обсуждали. Да. Будет розовое. Все будет розовое. Что? Вот это вот как обычно. Мини, юбка. Это было бы слишком примитивно, девочки. Жопку было видно. Все на голе. Но я могу оценить по достоинству сумочку. Сумочка прекрасная. Идеально подходит под платье. Calvin Klein. Ей щечки хорошо. Но вместо вот этих вот, что у тебя на ноге такое. Это Crocs. Я бы конечно надела туфли. Туфли реально. Знаешь, какие-нибудь Dolce Cabana. Ну, либо Dolce Cabana, либо от Balenciaga. Ну, вот не вот это вот. Все, что на тебе надето. Я просто решила совместить, знаете, вот тренды молодежи, стиль, комфорт и удобство в одном. Понимаете? Мне кажется, что у меня получилось. Не хватает чего-то на голову как будто, знаешь. Вот либо прически какой-то такой пышный под это платье. Твое пышное тоже. Чтобы я вся была как шар? Да ты в принципе как шар. Я не думала похудеть. Прости, я села на твое место, потому что с этим гомункулом рядом сидеть я не намерена. Девочки, вы когда будете друг друга убивать, пожалуйста, поаккуратнее, чтобы у меня платье не заделось. Давайте ждать нашего стилиста прекрасного. Ну, вы не умеете ходить по красной дорожке. А ты не умеешь молчать и не умеешь вовремя закрыться. Когда ты сказала, что ты часто бываешь на красных дорожках и исполнила тут я вообще не знаю что. Извините. Это было просто отвратительно. Просто ужасно. Извините моего менеджера, я больше так не могу. Я не намерена с ней находиться в этой спонде. Вот единственное, что умеет это орать. Если ты сейчас не закроешься, я уйду. И этот выпуск вообще не выйдет. А зачем ты пришла? За хайпом ничего у тебя не получится. Угу. Сонечка, очень жду Германа. Говорят, он самый великолепный, самый крутой, самый модный стилист вообще. Я надеюсь, что он по достоинству сможет оценить все. Да, мне вообще не важно будет, какие оценки поставите вы мне. Потому что мне самое главное, что скажет Герман. Потому что он очень сильно в этом всем разбирается. Не то чтобы колхозницы. Мой любимый. Здравствуйте, девчонки. Как вы поживаете? Потрясающе. Я очень рада, что тебя. Я очень рада, да, что вы пришли сюда. Так, ну, конечно, по поводу образов чуть-чуть попозже вернемся. Хочу сразу вам объявить оценки, которые вы поставили друг другу. Вы к этому готовы? Да. Да, очень волнительно. Я очень хочу выиграть. Я, конечно, не знаю, что они поставили для меня, но надеемся на лучшее. Пока на этот момент третье место из вас занимает Фросси. Со счетом в два балла. Угу. Я ставлю Фросси ноль баллов за то, что она мне, во-первых, неприятна как личность, как человек. Во-первых, она не разбирается ни в моде, какая из нее богиня шоппинга. Езжай обратно в свою хацепетовку доить коров. Я ставлю Фросси два балла. Ее образ мне не особо сильно понравился. Мне не понравилось сочетание цветов золота с красным, эти непонятные носки с перчиками, эти лодочки 2005. Ну, ладно, не будем о грустном. Я ставлю Фросси два балла. Второе место уже с большим отрывом занимает Соня со счетом в девять баллов. Девочки, это очень приятно. Нет, я просто сейчас... Правда. А можно я скажу, да? Я тебе поставила девятку. То есть... Я в шоке. Ну, девочки, это борьба. Насколько можно быть лицемерным человеком, я в шоке. Это борьба. Честно сказать, образ Сони меня поразил. Мне реально понравилось это сочетание цветов. Платье с сумочкой, даже ботиночки эти подошли, ну, вот эти вот очочки. Все было классно. Но я, признаюсь честно, вот прям ожидала от нее этого. Я хотела удивиться, но я не удивилась. Вот. Образ прекрасный, но ставлю я Соне ноль баллов. Потому что я хочу выиграть. И я стану богиней шоппинга. Чисто из-за этого я ставлю ноль. Я поставила всем девчонкам по девять баллов, потому что наряды в целом были неплохие. То есть на красную дорожку я бы вышла, как они. Но девочки совершенно не умеют ходить. То есть это красная дорожка, Катя вообще что-то там исполняла, Соня тоже непонятно как под припрыжку пришла. В общем, да, девочки не гламурно, конечно, ходят, но наряды их были хороши. А так как у нас тут богиня шоппинга, то я решила все по-честному. Девять из девяти. Одной и второй. Так, как вы уже понимаете, пока предварительно первое место занимает Екатерина со счетом в 13 баллов. Я ставлю Кате 4 балла. У нее проблема в том, что весь образ в красном оттенке, леопардовый вот этот ремешочек, который мне не особо зашел. И красный цвет очень сильно сливаться будет с дорожкой. Это не классно. Но мне очень понравилось то, что Катя в целом меня удивила. То, что она вышла в длинном платье, не прозрачном, не откровенном. А мне понравилось то, что она выглядела как, знаете, такая, как бы аккуратно выразиться. Вдова, которая получила 25 миллиардов долларов наследства. Это, знаете, придает такого ей шарма, вайба, отражает ее энергетику и внутренний мир. Поэтому, Катя, я ставлю тебе 4 балла. Кате я поставила 9 баллов, потому что в целом ее наряд был неплохой. Я бы так вышла на красную дорожку. Ну и как вы помните, я вам давала лично от себя задание, за которое вы могли заработать один дополнительный балл. Я прямо сейчас попрошу достать ваши телефоны, где вы посмотрите правильный ответ на мою задачу. Ребята, вы что там с ума сошли? Вы думаете, мне совсем нечего делать, чтобы считать свои ботинки? Все, я пошла, у меня очень-очень много дел. Ну, как вы видите, Юля решила не морочиться, поэтому поступим, как и поступила Катя, всем по нулям. Ага. Я думала, хотя бы всем по одному, типа такого. Подведем итоги. Прямо сейчас я вам дам конверт. Расскажу примерно мои мнения о ваших луках и узнаем, кто же из вас богиня шоппинга. Вы готовы? Да. Итак, пожалуй, начнем с спроса. Ваш лук мне, конечно, предельно понятен. Я, конечно, считаю, что он чуть откровенен для столь юного возраста, но... Вообще-то я на третьем курсе. На третьем курсе? Да. Все равно. Могу сказать то, что мне очень нравится то, что ткань вашего вверха и низа одинаковая. Спасибо. Но, конечно, красный цвет и красно-ковровая дорожка, сами знаете, не очень хорошо сочетается. Она будет или сливаться, или наоборот, как-то контрастировать оттенками. Поэтому моя оценка... Пять. Так. Счет просили на данный момент. Семь баллов. Соня. Я могу сказать то, что вы, конечно, меня поразили своим образом. Я бы не сказал, что, конечно, сейчас такой фасон платьев в тренде. Но мне нравится ваша смелая задумка с такой обувью. И не хватает, конечно, какого-то объема на голове. Можете открыть конверт и узнать, сколько поставил я вам. Шесть. И у Соня 15 баллов. Екатерина, я, конечно, могу сказать то, что ваш лук вполне хорошенький, но я бы не сказал то, что он подходит для красной ковровой дорожки. Во-первых, конечно, это красный цвет. Панама, непонятно к чему. Софиты, понимаете, бьют не сверху, а спереди. Поэтому, конечно, сомнительный, как мне кажется, у вас лук. Но вы меня, конечно, поразили его закрытостью, скромностью и даже какой-то милотой. Можете открыть свой конверт и узнать, какую оценку я вам поставил. Ребят, скоро эта девушка с ума сошла. А вот закрой шапку. Пять. Девочки, а 13 плюс 5, знаете, сколько будет? 18. Итак, богиней шоппинга становится Екатерина. Аплодисменты. 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 Я так хотела выиграть. Девочки, спасибо вам большое. Девочки, я безумно вам благодарна. Мне эта победа очень нужна была. Я вам не говорила, зачем. Сон-то есть, ну-тоshe... Да, я хотела подметить то, что нужно снять шляпку, чтобы надеть корону. О, Боже, она мне ещё идеально подходит. О, Блин, Матья. Екатерина, я вас объявляю, байгини, шаппинка. Поздравляю. И так же да. И так же да. Дай я тебя тоже обниму. У тебя ты. Да, я обниму тебя тоже. Девчонки, аккуратно. Это не честная победа, поняла? Прямо сейчас происходит диск. Ты мураш, что ли? Девочки, хватит. Девочки, охрана. Я тебя убью. Ты мчонки, так убью. Это моя победа. Стоп, стоп. Мои слова. В честь победы вы получаете от нашей программы. Вдар этот костюм. Всем спасибо. Замолчали. Ставьте оценки за банк. Это сейчас трудно. Мы не думаем. Уйди, уйди. 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 Уйди.